Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Группа ученых выяснила, что сеть нервов, соединяющих глаза и мозг человека, уже присутствовала у древних рыб, по крайней мере, 450 миллионов лет назад. Это значит, что такая система примерно на 100 миллионов лет старше, чем считалось ранее, изучение моделей на животных – бесценный способ для исследователей больше узнать о здоровье и болезнях, но установление связи с условиями жизни людей на основе этих моделей может быть сложной задачей. Например, рыбки Дани Арерия являются популярными модельными организмами, но их проводка, между глазом и мозгом очень отличается от человеческой. У современных рыб нет такого типа связи между глазом и мозгом. Это одна из причин, по которой люди думали, что такая сеть – что-то новое для четвероногих, панцерниковые, или панцерные щуки, или каймановые рыбы, семейство лучеперых рыб – единственное современное в отряде панцерникообразных. Группа насчитывает семь ныне живущих видов рыб, обитающих в пресных, солоноватых, а изведка даже в морских водах, такие рыбы эволюционировали медленнее, чем рыбки Дания. Это значит, что панцерниковые больше похожи на последнего общего предка между рыбами и людьми. Эти сходства могут сделать каймановых рыб полезной животной моделью для исследований здоровья людей. Поэтому ученые работают над тем, чтобы лучше понять их биологию и генетику, для проведения исследования ученые использовали новаторскую технику, чтобы увидеть нервы, соединяющие глаза и мозг у различных видов рыб. Среди них – хорошо изученные рыбки Дания, а также более редкие образцы – панцерниковые и австралийские двоекодышащие рыбы, у рыбок Дания каждый глаз имеет один нерв, соединяющий его с противоположной стороной мозга рыбы. То есть один нерв соединяет левый глаз с правым полушарием мозга, а другой – правый глаз с левым полушарием мозга. Другая, более «древняя» рыба функционирует иначе. У панцерных щук есть так называемые и псилатеральные или двусторонние визуальные проекции. Здесь у каждого глаза есть два нервных соединения, по одному с каждой стороны мозга, как и у людей, читать далее создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, в НАСА рассказали, как они доставят образцы Марса на Землю ученые объяснили появление «пауков» на поверхности марсомодельные организмы, организмы, используемые в качестве моделей для изучения тех или иных свойств, процессов или явлений живой природы.